В прошлом году 10 идей лабытнанцев по благоустройству города были реализованы в рамках инициативного бюджетирования. Это когда группа единомышленников предлагает проект и готова его финансировать в размере 3%. Остальную часть доплачивает местный бюджет. Показательные примеры – игровой городок в детском саду «Сказка» или беседка «Зависть соседа». С начала марта и до конца мая горожане могут обратиться в муниципальный офис «Уютный Ямал», где помогут оформить свою задумку в проект. Альмира Новоселова пообщалась с одним из инициаторов. Свободное время не всегда проводится с пользой. И занять подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, взялась Илона Ермак. По ее задумке библиотека – подходящая для проведения досуга места. А настольные игры должны увлечь ребят. Проект «Игровая платформа» рассчитан на один год 8 месяцев. Такие игры позволяют с точки зрения психологии раскрыть ребенка и перенаправить его в другое русло. И, собственно, поток их негативной энергетики пойдет в нужном направлении на развитие своей собственной личности. Вместо того, чтобы после уроков шалить и нарушать закон, дети будут проводить правильно и законопослушно свое время после школы. Каждый автор горит своей идеей и готов заплатить за ее воплощение 3%. Остальную часть берет на себя местный бюджет. Таких инициаторов сейчас 5. Все они дорабатывают проекты, чтобы представить их в ближайшие недели. Есть проект благоустройства территории детского сада «Ягодка». Проект благоустройства территории между клубом «Строитель» и детским садом «Ягодка». Есть проект благоустройства территории жилого дома. Там он больше связан с парковочными местами. Вы знаете, что это одна из самых больших проблем в городе. Да, это парковка внутри домов. Поэтому люди ищут возможность расширения парковок. Есть такие проекты, которых у нас никогда не было. Это проект, допустим, проведение фестиваля исторической реконструкции очень интересный. Прием заявок на участие в региональном проекте инициативного бюджетирования «Уютный Ямал» закончится 31 мая. В июне пройдет техническая экспертиза, в июле и августе состоится презентация проектов. Затем горожане будут выбирать лучшие из них. Голосование у нас будет в двух форматах. То есть, как и в прошлом году, сначала на сайте в августе месяце будет на две недели запущено голосование в онлайн-режиме, где можно проголосовать будет за проект. И можно проголосовать за проект 13 сентября, единый день голосования. У нас будут созданы счетные участки, где будут выставлены все проекты. Можно будет подойти, взять бюллетень для голосования, отметить понравившиеся проекты. Потом мы выстраиваем общий рейтинг. Его суммируем онлайн голосование, очное голосование суммируется и выстраивается. Если у вас возникла идея оформить в проект, ее помогут в муниципальном проектном офисе. Обратиться можно по телефону 57070 добавочный 1170. Альмира Новоселова, Сергей Антропов. Программа «Время местное».